С 15 марта в России проводят еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Кузбасс стал одним из лидеров по числу обратившихся по поводу укусов этих паукообразных. Также в антирейтинге оказались Свердловская, Вологодская, Иркутская области и Санкт-Петербург. В Междуреченске на сегодняшний день уже свыше 100 обращений по поводу укусов. На сегодняшний день от клещей пострадало уже более 160 междуреченцев. Они обращаются в травмпункт. Далее клещи попадают в лабораторию. Для чего же она нужна? Расскажите, пожалуйста, на что вы исследуете клещей? Клещи исследуются на 4 вида инфекции. Самое главное – это клещевой энцефалит, баралиоз, анаплазмоз и эрлихиоз. В этом сезоне уже исследовано 136 клещей. Из них 4 энцефалитные – 37 – заражены баралиозом. Клещи поступают в лабораторию ежедневно. Их исследуют на современном оборудовании в несколько этапов. Метод ПЦР – самый быстрый способ узнать, заражен ли клещ опасным вирусом. Уже через несколько часов специалисты дадут заключение. Отмечают – исследовать необходимо каждого. После того, как исследования эти проведены, мы выделили, предположим, какую-то инфекцию. И после этого уже врач может сказать, что надо поставить. Если это клещевой энцефалит, то ставится иммуноглобулин. В лаборатории знают и про опасные места. Ведут статистику, где горожане обнаружили клеща. На дачах, в лесу и даже в городской черте. Последний укус зафиксировали на Чехово. Между тем, в Междуреченске приступили к обработке территорий. Нами 27 мая проведена противоклещевая обработка на территории кладбища, а также на территории городского парка и дамбы. Чтобы не стать жертвой кровососущих, придерживайтесь простых правил. Обрабатывайте одежду репеллентами. Время от времени осматривайте себя и спутников. При обнаружении клеща обратитесь в травмпункт. Ирина Коваленко, Михаил Чеканов. Новости. Мой Междуреченск.